О совершенствовании патриотического воспитания говорили сегодня на заседании Ведомственного координационного совета при главе республики. Патриотизм не на словах, а на деле. Не абстрактная любовь к отчизне, а конкретные проекты. Они реализуются в детсадах, школах, вузах. Достаточно вспомнить ставший известный на всю Россию парад дошколят, традиционно проходящий в канун Великой Победы. Юноармейские игры «Зорница» и «Орленок» — уроки мужества, которые проводят для молодых ветераны войны и те, кто служат в армии сейчас. Участники совета обсудили план работы на будущий год и интересные инициативы, благодаря которым расширяются границы этой очень важной в современных реалиях работы. Мы все понимаем, с учетом того, что сегодня обстановка в целом не такая уж постая, ну и патриотическое воспитание по главу угла в данном случае выходит, мы должны этому придать дополнительный импус. Так коллектив Чувашского государственного университета предложил создать интерактивную карту мемориальных памятников и объектов исторического наследия. Над ней будут работать и педагоги, и студенты. Проведена подготовительная работа, большая, были сделаны запросы во все муниципалитеты с тем, чтобы сформировать базу данных. Открывается карта, и на каждое муниципальное образование мы можем получить информацию, ну, цивильский район, ладно, возьмем. Значит, открываем и видим, что на территории школы у, значит, дворца культуры существуют мемориалы. Интерактивная карта поможет собрать воедино все объекты, имеющие отношение к российской военной истории, памятники и захоронения. По предварительным данным в Чувашии находится 1316 мемориальных объектов и 272 воинских захоронения. Все они найдут отражение на этой карте. Ее сможет найти в интернете любой человек, интересующийся историей нашей Родины. Дмитрий Ковалев, Татьяна Леонтьева и Андрей Спиридонов. Республика.